Приветствую вас. Я полагаю, что с точки зрения профессиональной психотерапии, вам можно ответить на ваш вопрос следующим образом. Поскольку это ваша жизнь, то полагаться здесь нужно только на себя. И делать так, как хочется вам. Вообще, в этом смысле то, что вы прислушиваете своей маме, хотя она управляет вашей жизнью, вы вредите и себе, и маме. Себе вредите тем, что вы, во-первых, не удовлетворены своей жизнью, а маме вредите, потому что, впоследствии, обижаюсь на неё за то, что у вас, например, что-то не получилось, ну, вот, в жизни, в жизни, да, и так далее. Вот, вы, собственно, будете, как бы, портить, портить отношения, вот, и, соответственно, как бы это не пойдёт на пользу ни вам, ни, соответственно, ей. Поэтому здесь я полагаю, что ответ может быть только такой, что вам нужно прислушиваться к себе и вообще учиться самостоятельно принимать какие-то решения, вот, в жизни, учиться самостоятельно нести ответственность за, опять же, свои решения в жизни, которые у вас есть, просто потому что вам по-другому не получится никак, вот, и, соответственно, только так вы научитесь руководить своей жизнью и быть, собственно, хозяйкой своей жизни, а не так, что сейчас на вас, как бы, имеют влияние, грубо говоря, мама, вот, а, соответственно, сам. Дальше по жизни будет иметь влияние кто-то ещё, вот. То есть, как бы, это такая вот история, на мой взгляд. Поэтому, мне кажется, что ответ здесь, с точки зрения профессиональной психотерапии, может быть такой. Другое дело, если вы не уверены в себе, другое дело, если у вас есть причины, поводы сомневаться в себе и в том, что вы делаете. Вот, в таком случае, немножко уже другой вопрос. В таком случае, нужно отобираться именно в том, в чём вы не уверены, конкретно в себе, и, соответственно, чем это связано и как и что можно уже с этим сделать. Вот, ну и детско-родительские отношения проработать с вашей мамой, к примеру, тоже вполне себе можно и нужно. Вот. Такая вот история. Причём, если вам хочется послушать маму, в этом смысле, то ничего плохого нет. То есть, хочется послушать маму, слушайтесь маму. Хотите сделать, как она говорит, делайте так, как говорит она. Если вам не хочется этого делать, если вы хотите попробовать свои силы, то в таком случае пробуйте свои силы. Главное, чтобы те решения, которые, вот, вы принимали, принимали и принимаете, чтобы они были свободны. То есть, чтобы они свободно вами выражались, вот, и так далее. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok